Детский рисунок может многое рассказать о ребёнке, говорят психологи. С этим согласна и героиня нашего следующего сюжета, психолог Наталья Немыкина. Многодетная мама из Анастасиевского сельского поселения. У неё белые волосы, в синем платье небольшого роста. Она вкуснее всего, готовит оладушки и пленой. Олеся познакомилась со своей мамой Натальей Васильевной год назад. Судьбу девочки нельзя назвать простой. Но видя, какие яркие цвета она выбирает, изображая маму, какие мощные корни имеет дерево на её рисунке, можно сказать, что за это короткое время ей удалось почувствовать себя частью большой семьи. Семьи, где родство определяется не кровью, а уважением и пониманием между её членами. Семья Натальи Немыкиной сегодня состоит из пяти человек. Сама Наталья, её мама Анна Александровна, дочери Олеся и Елена и сын Василий. Для всех троих детей Наталья является опекуном по документам, но мамой по ощущениям. И мне всегда хотелось воспитывать своих детей. Я молилась Господу, я хочу сказать, что я верующий человек, я обращаюсь к Богу. И молилась, и говорила, Господь, дай мне такую возможность. Не имея своих детей, в 2007 году Наталья приняла решение попробовать стать мамой для чужого ребёнка. Так она познакомилась с Еленой. Потом их маленькая семья решила, что дома нужен мужчина. И в 2011 году у них появился брат и сын Василий. Совсем недавно в этой семье появилась Олеся, самая младшая дочка и сестра. Она влилась настолько легко, просто легко. Вот такое ощущение, будто она у нас всю жизнь жила. То есть всё хорошо. И я думаю, что ей хорошо у нас. У каждого здесь своя роль. Василий – одиннадцатиклассник, главный мужчина. На нём и огород, и дела по хозяйству. Есть свой фронт и у Олеси. У нас Олеся очень любит печь. Тесто делала она вчера. Она у нас отвечает, что у нас должно быть к чаю. Если у нас нет к чаю, Олеся, что будем печь? Открываем наши палмуды с рецептами и печём. Старшая Елена – первый мамин помощник. И хотя она уже совершеннолетняя студентка, получила собственную квартиру по программе «Дети Кубани», всё же мамин дом для неё – это то место, откуда не хочется уезжать. Приготовить кушать, когда нету, когда мама, допустим, на работе она поздно приходит, я делаю кушать. Вот. Что ещё? Дочка, вари борщ. Мамы нет. Слово «мама» – самое прекрасное на свете в этом доме звучит постоянно. И в его искренности не приходится сомневаться. С игрушкой ароматного чая Василий демонстрирует своё умение играть на гитаре. Его самостоятельность и упёртость в этом вопросе – гордость мамы Натальи. С какой песней у тебя ассоциируется Антар Васильевна? С песней? Да. Ну или мелодия, музыка. Ну, такой прям трогательный какой-нибудь. Как более классика такая, прям классика. Такая там-тан-та-та-та-та-та-та. Такие прям трогательные ноты. А ещё в этой семье большое внимание уделяется спорту. И благодарны здесь тренеру по гиревому спорту Александру Рогазе за помощь в воспитании силы духа детей. Первая в гиревой спорт пришла Елена. За ней потянулся и Василий. Сейчас он готовится на крупные всероссийские соревнования. А Елена уже и сама тренирует своих однокурсников. Назначились тренером, я у них тренировала постоянно. И они, наверное, лет 15 не могли никакой занять по тяжелой атлетике, никакое место. Мы приехали первый раз, они заняли второе место. А на краевых мы выиграли первое место. Разносторонние, интересующиеся, понимающие и искренние. Всё это не просто данность, а результат большой душевной работы, как мамы, так и детей. Быть мамой непросто. Я стараюсь быть мамой. Так как у меня отсутствие воспитания своих кровных детей, нет такого навыка, опыта. Ну, как бы вот первопроходец прохожу. С Леной были какие-то, был какой-то опыт. Затем с Васей, как с мальчиком, Олеся уже, как бы Олесе легче. Потому что я уже что-то я понимаю, что-то я знаю, как с детьми нужно справляться, как их воспитывать. Но я стараюсь воспитывать их всё-таки по библейским принципам. Мой рецепт хорошей мамы. Я думаю, что всё-таки прежде всего это любовь. Любить. Вы знаете, я поняла, что родители должны всегда прощать детей. Есть вещи, которые делают дети, они делают, потому что не справляются где-то со своим состоянием. Но не отвергать детей, потому что пройдёт этот период. Пройдёт, и как бы всё равно они возьмут те навыки, те ценности, да, те, как бы, правила жизненные. Они возьмут и свои семьи. Чужих детей не бывает. Может быть, эта фраза и кажется избитой, но в ней заложен главный принцип жизни. Сохранить, вырастить и передать накопленный опыт детям. И здесь не важно кровное родство. Важно своим примером воспитать в них умение любить. Быть достойным продолжением рода. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».